Приезжаешь в Канаду по программе на три месяца, ты понимаешь, что здесь хочешь жить. Какие дальше твои действия? Как ты нашел работу, как ты искал работу? Как я искал работу? Можно сказать, что я целеустремленный человек, но начинал, знаете, как это, крива американской, канадской мечты. Первые три недели я мыл посуду, уже имея магистрское образование, будучи менеджером в Украине, как я себя называл. Первые три недели мыл посуду, за хорошие деньги, за 13 долларов в час меня кормили, но это было, конечно, не то. Потом три месяца я строил BC Stadium, готовили его к открытию Grey Cup. И потом, это было первые два месяца потом, я понял, что нужно зарабатывать, потому что я в Канаду приехал не один, я приехал с девушкой. Нужно было зарабатывать, нужно было крутиться, потому что я приехал в Канаду с тысячи долларов в кармане. Это было не так-то уж просто. И понял, где деньги. Деньги, значит, в отельный ресторанный бизнес, потому что когда ты работаешь, учишься днем, ночью нужно зарабатывать. Сидел на Крейг-листе целеустремленно две недели, никуда не подавал резюме, там, никакие стройки, никуда сугубо, ночные клубы, рестораны. И помню, высветилась позиция барбека в ночном клубе. Я сел в такси, оделся от иголочки и поехал сразу в клуб. Стучу в дверь, открывает менеджер, говорю, вы будут написать, что вы ищете барбека. Он говорит, ты только в туалет сходил, ты уже приехал. И так меня взяли на работу, это было на третий месяц моего пребывания в Канаде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова